Что ж мы про мёд-то говорим весь эфир? Повод-то какой для этого? Медовый Спас! Что это за явление-то такое? Когда начинать отмечать? Как правильно это делать? Нужно ли отмечать или просто знать о том, что Медовый Спас существует? Спросим у диакона Русской Православной Церкви Александра Попов у нас в студии. Здравствуйте! 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 История традиции Медового Спаса. Когда появился чему посвящен этот праздник? Да, я хочу сразу уточнить, что Медовый Спас является народным праздником, установлен он в народе. И отношения к церковной традиции он не имеет. То есть у нас сегодня 14 августа. 14 августа является началом Успенского поста. Если мы с вами откроем церковный календарь, то мы обратим внимание, что таких праздников, как Медовый Спас, Яблочный Спас или Третий Спас, называемый в чународе Ореховым, в принципе, не существует. То есть не является церковной традицией. День сегодня у нас посвящен воспоминанию самого Господа Иисуса Христа, его крестных страданий и орудия страдания сам Крест Христов. Святая Церковь вспоминает у нас сегодня два события. Хотел бы немножко с вами познакомиться с этими событиями. Первое событие – это изнесение древ животворящего креста Господня, которое совершалось в Константинополе, являлось такой вот традицией, скажем, таким обычаем по поводу того, что в августе в Константинополе стояла особая жара, после чего распространение высокое имело различные инфекционные заболевания, болезни. Поэтому износился честной крест из сокровищницы, из царской, да, из храма, где он хранился. И шествие сопровождало такое торжественное по всему городу. То есть совершался крестный ход с молебными пенями, где обращались к Господу с молитвой о том, чтобы болезнь отступила, и человек как-то смог получить благодатную помощь. По окончании этого шествия совершался молебен с освящением воды, после чего верующие могли поклониться перед самим крестом и, конечно же, принять святой воды, и по вере вашей да будет вам. То есть верующие люди исцелялись. Здесь у нас главное действующее лицо – это, опять же, спас, да, спаситель. Второе событие, которое празднует церковь, это событие празднования милостивому спасу и Пресвятой Богородице. Оно установлено нашим святым князем Андреем Боголюбским. В XII веке в 1164 году совершается поход против Волжских болгар для освобождения Суздальской и Ростовских земель. Предшествует всему войску священнослужитель, несущий икону Божьей Матери Пресвятой Богородицы, который впоследствии получил наименование Владимирское и несется честной крест. Совершается также молебное пение, обращение ко Господу, где сам князь Андрей Боголюбский спрашивает покровительства у Божьей Матери, помощи в предстоящем сражении. И, конечно же, он эту помощь получает. Мы видим это в дальнейшей истории. Они одерживают победу, болгары разбегаются, земля русская освобождается. И те воины, которые были в тот момент в сражении, присутствовали, они видели, как изливались благодатные лучи неземные от иконы Пресвятой Богородицы и от самого креста честного. Здесь мы опять видим милость Божия к роду человеческому. То есть Господь опять обратился к нам. Но вы мне задали вопрос про медовый спас. Как он все-таки относится с церковной традицией? Дело в том, что к этому времени, к 14 августа, к середине августа, считается, что сбор меда нового урожая закончен. То есть мед готов, мед готов к реализации. И в этот день в церкви совершается освящение воды и благословление освящения самого меда. Поэтому в народе это имеет такую интересную традицию. Ну и плюс наверняка сказалось, что все-таки деревенский быт, который еще не так давно, не так много десятилетий назад был абсолютно у большинства населения, когда еще не было такой урбанизации и такого перенаселения в городах, когда все-таки большинство праздников были церковными, это сыграло в обратную сторону. Что все, что праздновались, тоже уже как-то ассоциировалось с чем-то церковным. Есть такое, что сейчас люди приходят в церковь и как-то продолжают тянуть за собой эту ассоциацию. Вот сегодня медовый спас. Да, конечно. Сегодня человек, приходящий в церковь, если поздравить другого верующего с медовым спасом, это будет некорректно. Потому что в первую очередь мы празднуем спаса нашего самого главного спасителя. И в чем смысл этого праздника? Конечно, смысл в том, что сам спас, он является спасителем. И человек, если ищет этого спасителя, обращается к нему, он будет для него спасителем. То есть спаситель для того, кто нуждается в спасении, кто нуждается в его благодатной помощи. Что нужно делать в этот день или в эти дни? Ну, смотрите, я уже подчеркнул, что сегодня начало Успенского поста, поэтому мы, наверное, правильнее будет сказать, что нужно делать великим, что нужно делать как раз Успенским постом, как и любым другим постом. То есть в первую очередь пост у нас что делает? Нас вводят какие-то ограничения. Это ограничения у нас в пище. То есть мы воздерживаем свою физиологию, работаем над своим телом, не вкушением пищи животного происхождения, такими как молоко, яйцо, творог. То есть вся молочная и животная продукция, в том числе и рыбная продукция, вкушаем только пищу растительного происхождения. Но человек, существо двухсоставное, у нас имеется еще также и душа, на которую тоже необходимо обратить внимание. Поэтому что нужно делать? Нужно, конечно, покаяние, нужна молитва, но нужно не самобичевание, как мы порой это можем слышать, да, а работа над собой. Как я могу сделать себя чуть-чуть лучше? Чуть-чуть лучше для окружающих. Может мне с кем-то примириться, с кем-то, но не могу найти общий язык. Может мне совершать какие-то дела, милосердие, начать каким-то образом делиться. И вот как раз люди, приходя на богослужение, именно вот сегодня, да, в честь, скажем так, первого Спаса, приносят с собой мед. И каким образом? Принес баночку меда, принеси две баночки меда. То есть одну баночку ты забрал, другую поделись с тем, кто не может этот мед приобрести. Начиная сегодня уже совершать дела, добра, дела, милосердия. Тогда, скажем так, вот эта вот вся подготовка и к самому посту, и сам пост пойдет для тебя в правильном русле. Прекрасно. Спасибо вам за такие подробные ответы на наши вопросы. Александр Попов был у нас сегодня в гостях, Диакон Русской Православной Церкви. С праздником вас, с праздником всех православных. Мы продолжаем нашу программу.